добрый день еще раз добрый день еще раз значит мы с вами закончили на доказательстве вот такой вот теоремы прямое произведение групп факторизованная по прямому произведению нормальных подгрупп то же самое с точностью до изоморфизма что прямое произведение факторов я забыл сказать в доказательстве но из доказательства это непосредственно следует мы с вами поняли что a1 на b1 это ядро того теоретического гомоморфизма которые которые мы с вами определили ну и как следствие конечно же a1 на b1 это нормальная подгруппа в а на b вот ну и в частности значит давайте мы с вами сразу заметим что вот из этой теоремы следует прежде чем переходить дальше значит у нас в а на b есть нормальная подгруппа а на eb и эта подгруппа на самом деле разумеется изоморф на а и мы очень часто ее отождествляем с а через некоторое время будет понятно почему ну и и а на b это подгруппа изоморф на b и мы ее порой будем отождествлять с b ну и вот после этого отождествления у нас будет формула которая выглядит весьма естественно мы можем в качестве вот этих вот подгрупп а1 и b1 например взять а то есть вот вот ну просто а и b ну и таким образом наоборот а и eb то есть взять сделать так чтобы вот это вот а1 на b1 была вот этой вот самой подгруппой ну и тогда у нас получится следующая естественная формула если я прямое произведение а и b профакторизую по а то получится а а что у нас получится а профакторизованная по а это будет это будет группой из одного элемента нейтрального b факторизованная по b1 b1 у нас данном случае это eb то есть будет просто b ну то есть b то есть если я профакторизую прямое произведение по одному из сомножителей то получу другой сомножить вот так значит это что касалось свойств нашего прямого произведения давайте мы поговорим немного о том как такое прямое произведение распознать если у нас есть группа иногда получается выяснить что эта группа раскладывается в прямое произведение двух меньших групп ну и это означает что ее структуру можно описать чуть проще через вот эти вот прямые сомножители ну кстати замечание еще одно давайте скажу если группы а и b абелевы порой используется обозначение прямой суммы мы пишем вместо прямого произведения прямую сумму вот просто такое такое небольшое рассогласование в обозначениях происходит на самом деле прямая сумма групп определяется не только для двух но и для произвольного опять же таки количества слагаемых и это иногда получается даже чуть другой объект обладающий другими свойствами но мы сейчас наверное об этом говорить не будем значит итак как же распознать прямое произведение есть такая не очень хитрая теорема пусть g это группа а и b две ее нормальных подгруппы причем ну вот эти вот а и b они будут исполнять роль как раз вот таких вот двух подгрупп о которых мы уже говорили причем выполняются следующие свойства а и b пересекаются лишь по единичному элементу а в произведении ну мы знаем что произведение двух нормальных подгрупп тоже нормальные подгруппы так вот в произведении получается g вся группа а и b g изоморфно их прямому произведению и вот как раз в этой ситуации давайте прежде чем доказывать я сделаю замечание в этой ситуации группа g группа g называется внутренним прямым произведением своих подгрупп а и b ну на самом деле мы видим что разница если мы сейчас докажем теорему разница невелика потому что она изоморфно их прямому произведению и мы увидим насколько естественно этот изоморфизм получится в результате но вот тем не менее небольшая разница у нас формальная есть внутреннее прямое произведение подгрупп а и b это вот наша группа g так ну давайте доказывать нашу теорему первым делом мы докажем вот какой интересный факт если мы возьмем в ситуации нашей теоремы на самом деле нам будет нужно для этого факта только единичное пересечение значит если мы возьмем любой элемент а из а большого и любой элемент b из b большого то они коммутируют друг с другом то есть а b равно b а для того чтобы это доказать давайте мы перенесем все в левую часть то есть я вот это вот самое b а перенесу в левую часть то есть умножу справа на b а в минус 1 у меня тогда получится а b а в минус 1 b в минус 1 с подобным элементом мы будем еще достаточно часто иметь дело давайте посмотрим что это такое во первых это а b а в минус 1 умножить на b в минус 1 что мы здесь можем сказать второй сомножитель разумеется лежит в большом а первый сомножитель тоже лежит в большом поскольку b нормальная подгруппа раз b нормальная подгруппа то сопрягая ее элемент элементом из а мы снова получаем элемент из b поэтому это лежит в b ну и значит все произведение лежит в b но с другой стороны мы точно так же можем написать что это а на b а в минус 1 b в минус 1 и сказать что сейчас все оба сомножителя лежат в извините а и а лежит в а и вот сопряженный к а в минус 1 тоже будет лежать в а поэтому это дело лежит в а и так вот это вот выражение а b а в минус 1 b в минус 1 лежит в пересечении а с b которое единично ну то есть а b а в минус 1 b в минус 1 это е и следовательно а b равно b а ну а теперь мы готовы с вами доказать требуемый изоморфизм теперь изоморфизм из прямого произведения в группу g строится следующим нехитрым образом я пару а b перевожу просто в произведение а на b а и b это элементы группы g и мы можем взять их произведения ну и давайте проверять что это действительно получится изоморфизм так давайте сначала проверять что фи это гомоморфизм если я возьму фи от а 1 b 1 на а 2 b 2 то есть это будет фи от а 1 а 2 b 1 b 2 это будет а 1 а 2 b 1 b 2 и элементы а 2 и b 1 мы можем переставить местами потому что мы это только что уже доказали то есть у нас получится а 1 b 1 а 2 b 2 ну то есть как раз фи от а 1 b 1 на фи от а 2 b 2 мы проверили основное свойство гомоморфизма значит фи это у нас гомоморфизм ну и наконец давайте покажем что фи это изоморфизм ну действительно образ фи раз фи действует вот так то образ фи это разумеется а б большие большие то есть же значит фи серъекция с другой стороны элемент а б лежит в ядре фи это по нашему определению значит что а б это е ну а значит а это то же самое что b в минус 1 ну и опять же таки а у нас получается лежит в а а b в минус 1 лежит в большом поскольку а и b большое а большое и b большое имеют единичное пересечение отсюда следует что а равно b в минус 1 равно е и так ядро фи содержит только единичный элемент е е в данном случае я могу не писать е а е б все равно это подгруппы одной и той же группы ну то есть это инъекция это мономорфизм таким образом фи это биекция сохраняющей операции то есть действительно изоморфизм и мы с вами доказали киарему ну и более того мы видим что изоморфизм между группами g и прямым произведением а и b выглядит очень естественным образом просто вот каждый элемент группы g однозначно раскладывается в произведении а на b это мы с вами видели еще и раньше вот раз пересечение единичное мы с вами как раз говорили что каждый элемент раскладывается ровно одним способом в такое произведение и получается что вот эти два что вот такие вот элементы как бы такие записи а на b мы с вами видим перемножаются просто по компоненту вот это у нас здесь видно это происходит ровно в силу того что а элементы из а и b из разных подгрупп обязательно коммутируют вот итак прямое произведение мы с вами уже описали и таким образом собственно про прямое произведение мы с вами сказали уже достаточно уже достаточно но обратите пожалуйста внимание что вот эти вот а и b при нашем изоморфизме вот на всякий случай я говорю соответствует ровно тем двум подгруппам о которых мы говорили а на eb и b и ea на b то есть естественным образом действительно эти группы отождествлять ровно с а и с b с прямыми сомножителями которые у нас получают так ну и в заключение этого раздела хотелось бы поговорить о более общей конструкции которая тоже очень часто помогает каким-то образом описать группу даже когда у нас нету прямого произведения значит вот глядите у нас в теореме группы а подгруппы а и b удовлетворяли вот этим вот условиям и обе были нормальными давайте мы сейчас это условие нормальности наполовину ослабим итак обобщение пусть пусть g это группа а это нормальная подгруппу в g а b это просто подгруппу в g если при этом выполняются те же условия что в теореме то есть произведение этих групп это все равно подгруппу потому что одна из них нормально это g и пересечение этих подгрупп это е то группа g называется полупрямым произведением своих подгрупп а и b и записывается это вот каким образом значит а у нас нормально со стороны а у нас выполнены все условия b у нас на b у нас условие ослаблено она не обязана быть нормальной поэтому значит вот такой вот значок у нас есть со стороны а у нас полная половинка от прямого произведения а со стороны b только половина этого значка ну и давайте мы поговорим сразу про структуру этого самого прямого полупрямого произведения ну во первых давайте я сделаю вот какое замечание значит рассмотрим канонический эпиморфизм пи из g в g по а а у нас нормальная подгруппа поэтому по ней факторизовать можно тогда что у нас получается давайте я сразу скажу вот какую вещь значит мы с вами знаем первую теорему о гомоморфизме об изоморфизме по первой теореме об изоморфизме мы имеем вот что если я возьму подгруппу b в группе ж то мы знаем что а b факторизованная по а изоморф на b факторизованной по пересечению b напоминаю это просто дел это просто получалось рассмотрением образа как раз пи от b поэтому я и напомню что у нас здесь написано слева у нас просто физически написано фактор группа g по а потому что а b это же и есть справа у нас написано фактор группа b по тривиальной подгруппе по единичной подгруппе поэтому это на самом деле b итого все равно в нашей ситуации полупрямого произведения фактор группа g по а изоморф на b таким вот естественным образом обратное уже то есть в другую сторону уже неверно фактор группа g по b не обязательно изоморф на а просто потому что фактор группа g по b не обязательно существует b не обязательно нормально давайте я прежде чем двигаться дальше прежде чем описать как выглядит полупрямое произведение приведу парочку примеров полупрямых произведений которые показывают что вообще жизнь может быть устроена несколько более сложно примеры у нас вылезут из симметрических групп первая ситуация группа sn вся группа симметрическая это полупрямое произведение подгруппы n и скажем подгруппы порожденной произвольной транспозиции естественно это все при n начиная с двух чтобы транспозиция там была действительно эта подгруппа нормально это просто подгруппа из двух элементов их пересечение тривиально их произведение в таком случае даст вдвое больше чем в n то есть всю sn ну при этом естественно эта группа никакое не прямое произведение а n и вот этой вот подгруппы просто потому что элементы отсюда и отсюда не обязаны коммутировать ну и второй пример мы с вами знаем что в s4 есть нормальная подгруппа v4 четверная группа клейна так вот s4 это полупрямое произведение v4 и s3 ну по тем же самым соображениям v4 с s3 пересекаются тривиально ну а тогда их произведение мощность их произведения это произведение их мощностей мы с вами уже об этом говорили значит их произведение это вся s4 ну и v4 нормально в s4 полупрямое произведение мы с вами видим что не обязано совпадать с прямым произведением и не обязано быть ему изоморфным на самом то деле вот поэтому встает вопрос как же нам описать это прямое полупрямое произведение обратите пожалуйста внимание сейчас что вот в этом обозначении содержится некоторая неточность потому что полупрямое произведение двух абстрактных групп не обязательно единственное мы могли бы вот эти вот две группы скажем перемножить прямо а могли бы перемножить вот так как так как получается sn то есть вот когда мы просто говорим что группа g это полупрямое произведение а и b мы неоднозначно описываем ее структуру еще когда говорим что прямое то конечно же описываем однозначно поэтому встает вопрос как описать однозначно ее структуру и здесь нам снова помогает действие группы на множество вот глядите в чем проблема проблема ясно видна в нашей теореме потому что когда у нас группа это прямое произведение двух своих подгрупп мы знаем что элементы из разных подгрупп коммутируют друг с другом мы это специально доказывали и это давало нам возможность понять как перемножаются два вот таких вот произведения а1b1 на 2b2 сейчас мы этого не знаем но давайте поймем и вот оказывается что ключ к на самом деле ключ к этому вопросу понятен нам нужно понять как b1 умножить на а2 правильно как элемент b умножить на а справа и вот оказывается что дело тут вот в чем давайте мы рассмотрим ну давайте скажем еще раз что у нас g это полупрямое произведение подгрупп а и b а нормально b не обязательно и давайте мы рассмотрим вот какое действие действие группы b на группу а с сопряжениями то есть мы говорим что b элемент группы b действует на элемент группы а как b на а на b в минус 1 почему это действие там вот эти равенства что b1 b2 действует так же как действовало b2 а потом на это применяем к этому применяем b1 они проверяются тривиально но нам еще нужно чтобы действие вообще было определено чтобы этот элемент лежал подгруппе а и это так поскольку подгруппа а нормально если я ее элемент сопрягаю кем угодно то я снова получаю элемент из подгруппы а так что это действие определено ну и как обычно проверяется что оно действительно действие просто подгруппа b на самом деле действует на всю же сопряжениями но мы видим что когда мы действуем на любой элемент а то он остается то результат остается подгруппе а как мы с вами уже говорили это означает если у нас есть действие группы на множестве значит это на другом языке это означает что у нас появился гомоморфизм из группы b формально в группу всех перестановок а но на самом то деле мы с вами знаем что сопряжение это не просто объекция это еще и автоморфизм группы g ну и если а нормально то мы с вами знаем что b на а большое на b в минус 1 это в точности а поэтому это автоморфизм то есть сопряжение фиксированным элементом b это автоморфизм подгруппы а более того давайте мы это рассуждение запишем для любого фиксированного элемента b маленькая из группы б большое сопряжение элементом b формально в минус 1 потому что именно оно у нас и произошло сопряжение элементом b в минус 1 это автоморфизм g и и как следствие это автоморфизм подгруппы а поскольку при этом сопряжении она переходит в себя итого вот мы же говорили что так у нас вот этот вот гомоморфизм фи и строится каждому элементу сопоставляется та перестановка элементов множества то есть в данном случае элементов а которую он осуществляет поэтому на самом деле фи это гомоморфизм из b не просто в группу перестановок а а в группу автоморфизмов группы а поскольку образ каждого элемента фи от b у нас будет лежать будет являться автоморфизмом то есть лежать вон там вот в этой подгруппе автоморфизмов а которые являются подгруппой в группе всех перестановок итого у нас получился вот этот вот гомоморфизм и этот гомоморфизм на самом деле дает нам понять как устроена наше полупрямое произведение значит теперь полупрямое произведение однозначно задается а группами а и б как они сами устроены и гомоморфизмом фи потому что теперь мы знаем как любые два произведения элемента из а и элемента из б должны перемножаться друг с другом видите как это происходит если я хочу перемножить в духе доказательства нашей предыдущей теоремы а1 b1 на а2 b2 то мне нужно каким-то образом переставить b1 и а2 a1 b1 a2 b2 мы по сути дела готовимся к тому чтобы следующая тема у нас хорошо зашла значит и вот глядите b1 на а2 так давайте я вот что скажу что вместо фи от b будем писать фи с индексом b это автоморфизм группы а поэтому нам будет удобно фи с индексом b применять какому-то элементу из а вот у нас здесь написано b1 a2 которое хотелось бы переставить и b1 a2 а это кусочек вот того самого выражения для действия b на а которое у нас есть давайте мы его и напишем значит то есть у нас здесь написано а1 b1 a2 b1 в минус 1 на b1 я вставил b1 в минус 1 и b1 b2 ну а здесь у нас понятно что такое написано у нас здесь написано а1 на фи с индексом b1 от а2 вот оно на b1 b2 и мы как раз знаем что вот этот вот элемент лежит в а а вот этот вот элемент лежит в b а если мы с вами знаем как устроен вот этот вот гомоморфизм фи из b в автоморфизме а то мы знаем как перемножить произвольные два произведения элемента из а на элемент из b ну то есть как записать их произведения в том же самом виде элемент из а на элемент из b ну и значит как бы мы уже знаем структуру нашей группы мы знаем как в ней элементы перемножаются правда возникает еще такой вопрос а а правда ли что в абстрактном в абстрактной ситуации любой вот такой вот гомоморфизм который мы взяли нам подойдет и ответ на самом деле правда то есть вот посмотрите сюда мы с вами сказали однозначно задается на самом деле конечно же это не более чем однозначно задается то есть если мы знаем а б и фи то мы всегда можем вычислить вот это вот произведение но мы не всегда знаем то есть мы еще пока не знаем правда ли что для любого гомоморфизма фи мы сможем организовать такую структуру ну и соответственно вот те формулы которые мы с вами получили дает нам возможность попытаться такую структуру определить итак определение пусть а и б группы а фи это гомоморфизм из б в группу а в группу автоморфизма в группы а определим на множестве g то есть на на декартовом произведении множеств а и б операцию Следующим образом Если я хочу пару А1, В1 Умножить на пару А2, В2 То я нагло Списываю с предыдущей доски Что у меня должно получиться А1 Фи с индексом В1 От А2 Это первый элемент пары И он лежит в А Еще раз подчеркиваю А Это декартово произведение множеств Это не группа Это просто Произведение множеств На множестве всех пар А, В Из множеств А и В Мы определяем вот такую вот операцию Ну а второй элемент Это как раз В1, В2 Вот Полученная Конструкция Называется полупрямое Называется полупрямым произведением Групп А и В Заданная Гомоморфизмом Фи Или Неформальные Еще говорят Подкрученная Гомоморфизмом Фи Потому что мы его действительно Вот тут несколько подкрутили Вместо того, чтобы просто А2 брать Мы берем Фи с индексом В1 От А2 Ну в принципе мы понимаем Что если мы хотели бы задать Вот такое полупрямое произведение Вот этими образующими Объектами А, В и гомоморфизмом То мы его именно так и должны задать Вот это следует из нашей Предыдущей формулы Мы хотим Мы хотели Полупрямое произведение Описать в других терминах Правильно? Еще Каждое Такое полупрямое произведение Каждое полупрямое произведение Которое я определил слева Оно является Вот таким вот полупрямым произведением Описанным справа Потому что мы знаем Что каждый элемент Группы G Однозначно раскладывается В произведение А на Б И мы знаем Что эти элементы Перемножаются Ровно так Как я сейчас написал Справа Правильно? И тогда получается Вот такое Полупрямое произведение Значит Обозначение В этом случае Такое G Это А Полупрямое произведение СБ С индексом Фи Подкрученное Гомоморфизмом Фи Тут был вопрос Я на него даже Сейчас Отвечу Так вот Давайте я сейчас Наверное Не буду Этого Доказывать А оставлю В качестве Самостоятельного Упражнения Упражнение Просто техническое Нужно проверить Аксиомы И выяснить Что они Выполняются Там Естественно Нужно будет Использовать Вот это самое То что Фи Это не просто Отображение А еще и Гомоморфизм Ну вот Тем не менее Упражнение Докажите Что Получилось Группа Ну и при этом Естественно Если мы возьмем Множество А на ЕБ То это получится Подгруппа Изоморфная А Просто потому Что когда я буду Во второй компоненте Ставить Едничный элемент Фи с индексом Е будет Конечно же Тождественным Автоморфизмом Правильно Нейтральный элемент Переходит в нейтральный При гомоморфизме Поэтому элементы Вида А и Е Будут перемножаться Ровно так же Как Элементы Группы А Значит Б Извините Е На Б Изоморфна Б Ну по тем же Самым причинам Даже Яснее Потому что Если я в первые Элементы Буду ставить Е Естественно В произведении Тоже будет Е Ну и Наша полученная Группа Действительно Является Полупрямым Произведением А на Б То есть Выполняются Вот те вот Условия Которые у нас Были В исходном Определении То есть Действительно Какой бы я Гомоморфизм Из Б В группу Автоморфизмов А Не выбрал У меня действительно Получится Полупрямое Произведение Групп А и Б И соответственно Вот это вот Полное описание Всех Полупрямых Произведений Двух Абстрактных Групп А и Б Которые Только Бывают Ну и мы видим Что сколько Вот таких Гомоморфизмов Есть Столько И Полупрямых Произведений Будет По сути дела Ну Разумеется Наверное Стоит Сказать Что Давайте Вот я Совсем Последнее Замечание Кое Сделаю В случае Когда Ж Это прямое Произведение Кто Такой Фи Фи Нам Говорит Что Значит Мы Действуем То есть Каждый Элемент Б Переводим В то Как Он Сопрягает Элементы Группы А Но мы С вами Знаем Что В случае Прямого Произведения Элементы Из разных Подгрупп А и Б Коммутируют И поэтому Вот это Сопряжение Будет Тривиально То есть Для любого Б Фи Б Это просто Тождественный Автоморфизм Самый Самый Простой Случай Это Как Раз Самый Простой Случай Нашего Полупрямого Произведения Это Как Раз Произведение Прямое Так Ну и Давайте Мы На этом Месте Сделаем Перерыв Как Раз Звонок У нас Был Если Есть Вопросы Задавайте Конструкция В общем Стоящая Того Чтобы Ее Осознать Если Есть Какие Непонятки То Спрашивайте Так Ну мы С вами Переходим К Следующей Теме Поначалу Не Очень Сложной На самом К этой Теме Уже Очень Серьезно Приблизились По сути Дела Мы Подобные Выражения Уже Писали Так Следующая Тема Коммутант Группы Коммутант Я Определю Через Некоторое Время Пока Что Давайте Я начну С определения Более Приземленного Понятия Итак Пусть Ж Это Группа А Х И Играх Это Какие Это Ее Элементы Тогда Коммутаторам Этих Элементов Это Вот Что Такое Это Элемент Обозначающийся Вот Так Вот Икс Игрок В квадратных Скобках И Это То Что Мы С Вами Уже Писали Икс Игрок Икс Минус Первый На игрок Минус Первый Вот Значит Ну Мы с вами Уже Видели На самом Деле Что Этот Коммутатор Равен Е Тогда и Только Тогда Когда Икс Икс Игрок Коммутируют Друг с Другом Ну Вот Мы Сейчас Как бы Это Соображение Впишем В несколько Более Глобальную Схему Давайте Чтобы Было Понятнее Я Выпишу Элементарные Свойства Коммутаторов Значит Чтобы Потом Нам Было Легче С ними Работать Во-первых Ну Действительно В общей Ситуации Коммутатор Это То Что Отличает Икс Игрок Игрок Икс То есть Икс Игрок Получается Из игрок Икс Умножением На Коммутатор Во-вторых То Что Я Уже Сказал Икс Икс И игрок Коммутируют Ровно Тогда Когда Икс Коммутатор Единичен В-третьих Если я возьму Элемент Обратный Коммутатору Икс Игрок То получится Коммутатор Игрок Икс Ну и В-четвертых Если я Коммутатор Икс Игрок Сопрягу Произвольным Элементом То получится Коммутатор С просто Сопряженных Элементов Это такое Ну Остальные Свойства Нам тоже Понемногу Будут важны То есть Вот их Полезно Понимать Но главное Свойство Конечно Это то Что Коммутатор Отличает То Это то Насколько Отличаются Икс Игрок Игрок Икс И мы Увидим Как это Впоследствии Сыграет При таком Более Глобальном Взгляде На Ситуацию Так Ну пока Что Эти все Свойства Элементарные Давайте Мы Эти Непосредственные Вычисления Произведем Что такое Икс Игрок Это Икс Игрок Давайте Я допишу До коммутатора Икс Игрок Икс Минус Первый Игрок Минус Первый Теперь Я вот эти Вот два Элемента Должен Сократить То есть Написать Игрок Икс Как раз В этой ситуации Сначала Игрки Сократятся А затем Иксы Сократятся Ну здесь У нас И получилось Получился Коммутатор Умножить На Игрок Икс Второе Свойство Непосредственно Следует Из первого Значит Для третьего Свойства Ну достаточно Просто Посмотреть На То Что Это Такое Икс Игрок В Минус Первый Это Икс Игрок Икс Минус Первый Икс Минус Первый И все Это В минус Первый Я беру Обратный Каждому Элементу И располагаю Их В обратном Порядке То есть Пишу Игрок Это Игрок Минус Первый Обратный К нему Икс Затем Игрок Минус Первый И Икс Минус Первый Это как раз И есть Коммутатор Игрока С икс Ну и Четвертое Следствие То есть Четвертый Факт Это на самом деле Можно провести Непосредственное Вычисление Желающие Могут Это сделать Но На самом Деле Он конечно же Следует Из того Что Сопряжение Элементом Ж Это Автоморфизм Группы Ж Поскольку Здесь у нас Написано Ничто иное Как Икс Игрок Игрок Минус Первый Игрок Минус Первый Сопряженное При помощи Элемента Ж Это то же Самое Что Икс Сопряженный Игрок Сопряженный Икс Сопряженный В минус Первый На Игрок Сопряженный В минус Ну и Таким образом Все наше Элементарное Утверждение Доказано Ну и В дополнение К элементарным Свойствам Сразу Хочется Сделать Вот какое Замечание Которое нам Впоследствии Будет Очень полезно Пусть Фи Из Ж В А Это Гомоморфизм Групп Причем А Это Абелева Группа Элементарное 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 То есть при Гомоморфизме В любую Абелевую Группу Любой Коммутатор Переходит В нейтральный Элемент Ну и вот Мы начинаем Несколько более Глобальный Взгляд На вещи Мы придумываем Следующую Конструкцию Итак Пусть Ж Это Группа Тогда Ее Коммутант Слово Другое Это Вот что Такое Это Группа Подгруппа Которая Обозначается Ж Штрих Это Просто Подгруппа Порожденная Всеми Коммутаторами Я беру Все пары Элементов Из Ж И говорю Что Я беру Все их Попарные Коммутаторы И Всеми Этими Элементами Порождаю Какую-то Подгруппу Естественно Может случиться Так что Коммутатор Коммутант Ж То есть Ж штрих Это Сама Ж Но Часто Бывает Так Что Это Какая-то Меньшая Группа Ну Естественно Это Подгруппа В Ж Потому что Мы Порождаем Все элементами В Ж Вот Это Значит Первое Определение Ну И Второе Определение Значит Так же Как Мы с вами Привыкли С Производными Раз уж Мы взяли Первую Производную То трудно Удержаться И нужно Брать Большие Производные Точно так же Дело Происходит И с Коммутантами Значит Н А Да Значит Н Коммутант Группы Ж Теперь Определяется По Индукции Значит Н Коммутант Группы Ж Он Обозначается Сейчас Увидим Как он Обозначается Мы можем Сказать Что Ноликовый Коммутант Группы Ж Это Просто Ж Первый Коммутант Это Ж Штрих То есть Просто Коммутант Ну А Н Коммутант Это Я взял Н Минус Первый Коммутант И взял Коммутант От него В чем Разница В том Что Когда я буду Брать Н Коммутант Я буду Брать Коммутаторы Не всех Элементов Из группы Ж А только Всех Элементов Из предыдущего Коммутанта Который У нас Получился То есть На самом Деле Вот эти Коммутанты Они Они Получаются Образуют Убывающую Систему Подгрупп Каждый Следующий Вложен В предыдущий Может быть Не строгое Вложение Может Так Случиться Для Конечных Групп Обязательно Так Случится Например Что На некотором Шаге Н Ступило Равенство Н Коммутант Равен Н Плюс Первому И так Далее И вот Оказывается Что Достаточно Важный Вопрос Кто Это Такой Что Это За Коммутант Когда Он Стабилизировался Мы Об этом Еще Через Некоторое Время Поговорим Ну Ну И Еще Наверное Одно Определение Стоит Заодно Дать Значит Если К И Н Это Подгруппы ВЖ Тогда Их Взаимный Коммутант Это Вот что Такое Мы Пишем К Х В квадратных Скобках И это Не то Что мы Привыкли Писать Это Не то Что Как мы Привыкли Читать Точнее Вот Эта Вот Запись А Это Подгруппа Порожденная Всеми Коммутаторами Элементов Из К И Х Обратите Пожалуйста Внимание Обычно Для нас Обычная Ситуация Когда мы Воспринимали Вот эту Запись Просто Как Множество Всех Таких Коммутаторов Мы Взяли Любой Элемент Из К Взяли Любой Элемент Из H И Взяли Их Коммутатор Но Вот Сейчас Ситуация Другая Нам Естественнее Брать Не Множество Таких Коммутаторов А подгруппу Порожденные Ими Я Сразу Хочу Сказать Что Вот Эта Подгруппа Что В определении Коммутанта Что В определении Взаимного Коммутанта Она Существенна То есть Может Быть Что Сами Коммутаторы Подгруппу Не Образует Давайте Я даже Это Сразу Скажу Может Случиться Желающие Могут Построить Пример Что Множество Коммутаторов Ну Вот Даже В классическом Определении В определении Обычного Коммутанта Подгруппу Не Образует Ну И Я Еще Хочу Заметить Как Эти Определения Связаны Значит Из Этих Определений Разумеется Коммутант Группы Ж Ж Просто Взаимный Коммутант Ж С Ж Второй Коммутант Это Взаимный Коммутант Ж С И так Далее Итак Коммутант Я Определил Давайте Мы Увидим Зачем Он Нужен И Какими Свойствами Он Обладает Сначала Немного О Свойствах Потом Увидим Зачем Он Нужен Значит Для начала Нехитрое Утверждение Которое Мы потом Чуть Похитрее Используем Нехитрое Утверждение Пусть Фи Из Ж В Аж Это Гомоморфизм Тогда Фи От Коммутанта Группы Ж Содержится В Коммутанте Группы Аж Но при этом Если Фи Эпиморфизм То есть Сюрективный Гомоморфизм То Фи От Ж Штрих Это Просто Таки Аштрих Доказательство Очень Простое Значит Так как Ж Штрих Это Подгруппа Порожденная Всеми Коммутаторами То Что Будет Такой Фи От Ж Штрих Значит Это Будет Просто Напросто Подгруппа Порожденная Образами Всех Коммутаторов Ну Просто Потому По Любой Из Причин Например Потому Что Мы Знаем Явное Описание Подгруппы Порожденная Каким-то Множеством Элементов Это Все Произведения Их И обратных К ним В любых Количествах И естественно Образы Будут Произведениями Образов Вот этих Коммутаторов Ну а Это Давайте Уж я Напишу Это равенство Фи От коммутатора Мы с вами Уже писали Это просто-напросто Коммутатор Фи От Х И Фи От Это подгруппа Является Естественно Подгруппой Всех Возможных Ну подгруппой Порожденной Всеми Возможными Коммутаторами Элементов Из H Здесь Мы порождаем Только Образами Коммутаторами Образов Элементов Из Ж А эту Подгруппу Мы порождаем всеми возможными коммутаторами, то есть их больше и подгруппа, и, естественно, у нас получается подгруппа. Ну, а в случае, когда φ это эпиморфизм, последнее включение обращается в равенство. Это превращается в равенство. Поскольку здесь мы берем все коммутаторы образов элементов из Ж, но так как φ у нас эпиморфизм, сюръекция, то в качестве вот этих образов могут выступать любые два элемента из H. И, значит, вот здесь и здесь просто написаны одно и то же множество порождающих элементов. Поэтому, естественно, здесь будет равенство. Утверждение действительно нехитрое. Но давайте мы увидим, какое забавное следствие из него вытекает. вытекает. А следствие из него вытекает такое. Если у нас есть нормальная подгруппа в Ж, то ее коммутант также нормальная подгруппа в Ж. Естественно, это будет подгруппа. Интересный факт в том, что она нормальная. Доказательства. Давайте мы рассмотрим произвольный элемент группы Ж. Что нам нужно доказать? Что если мы К-штрих сопряжем при помощи Ж, то получится тот же самый К-штрих. Тогда... Ну, что такое сопряжение элементом Ж? Это внутренний автоморфизм группы Ж. Рассмотрим внутренний автоморфизм. Фи с индексом Ж. Из Ж. Давайте даже я его... Мы его когда-то обозначали и с индексом Ж. Давайте я так и сделаю. Который переводит каждый Х в Х-степени Ж. Тогда мы с вами знаем, что это сопряжение оставляет К на месте. К это нормальная подгруппа. Значит, если я ее сопрягу элементом Ж, получится снова К. Мы знаем, что К, сопряженное при помощи Ж, это К. Это в точности означает, что и Ж от К это К. То есть наше сопряжение, ограниченное на К, это, ну, не побоюсь этого слова, изоморфизм. Ну, а тогда, по предыдущему утверждению, если я этот изоморфизм применю К-штрих, ну, нам достаточно, что это сюръекция, но на самом-то деле это, конечно, будет изоморфизм. По предыдущему утверждению, поскольку это сюръективный гомоморфизм, то мы получаем, что и Ж от К-штрих это К-штрих. Ну, то есть К-штрих, сопряженный при помощи Ж, это К-штрих. И наше следствие мы с вами доказали. То есть если у нас есть какая-то нормальная подгруппа, мы можем взять ее коммутант, и он тоже будет нормальным. Следствие и следствие. Я знаю одну нормальную подгруппу в Ж, это Ж. Если я к ней применю наше следствие, то я получу, что коммутант это тоже нормальная подгруппа в Ж. И значит к нему я тоже могу применить наше следствие. То есть получить, что второй коммутант нормален в Ж. Ну, и по индукции н-ный коммутант группы Ж также будет нормальной подгруппой группы Ж. Ну, вот это непосредственно следует из предыдущего. Итого мы с вами уже получили, что все вот эти вот н-ные коммутанты нормальны в группе Ж. Ну, и давайте мы теперь опишем коммутант немножко в других терминах. И на этом временно закончим, а продолжим в следующий раз. Теорема о двух частях. Во-первых, значит, пусть Ж это группа, АК, вот я отступил, это подгруппа в Ж, которая содержит коммутант. Тогда К обязательно нормально в Ж. и фактор группы Ж, пока Абелева. Ну, и второй пункт наоборот. Пусть К это нормальная подгруппа в Ж, такая, что фактор группа Ж по К Абелева. тогда К содержит коммутант. Значит, давайте доказывать ну, во-первых, давайте мы с вами рассмотрим канонический эпиморфизм ой, извините, я написал чушь из Ж фактор группы по Ж штрих. Мы его рассмотреть можем, поскольку мы уже знаем, что коммутант группы Ж это нормальная подгруппа. Тогда, разумеется, раз это эпиморфизм, то П от Ж штрих это коммутант нашей фактор группы. С другой стороны, при нашем каноническом так, я забыл написать, давайте я это напишу. При нашем каноническом эпиморфизме его ядро это в точности то, почему мы факторизуем. То есть в точности Ж штрих и значит Пи от Ж штрих это Е. Что это означает? Это означает, что если я возьму фактор группу вот эту вот Ж п Ж штрих и возьму в ней коммутатор любых двух элементов, он будет единичным, потому что подгруппа, порожденная всеми коммутаторами, единична. тогда все коммутаторы в фактор группе единичны и это значит, что это фактор группа Абелева. Поскольку мы с вами знаем, что коммутатор единичен в точности тогда, когда элементы перестановочные. Итак, фактор группа по Ж штрих Абелева. Ну а тогда мы с вами знаем вторую теорему о соответствии, об изоморфизме. по второй теореме об изоморфизме значит, подгруппе К, которая содержит Ж штрих и содержится в Ж, соответствует подгруппа К с чертой, то есть фактор К по Ж штрих подгруппа в Ж с чертой, то есть Ж по Ж штрих. Извините, Ж по Ж штрих. Значит, у нас есть взаимно-однозначное соответствие между вот такими вот подгруппами, между Ж и тем, почему мы факторизуем, и подгруппами фактор группе. Напоминаю, что эта теорема называлась еще и теоремой о соответствии. К с чертой нормально в Ж с чертой тогда и только тогда, когда К нормально в Ж. Но К с чертой автоматически нормально в Ж с чертой, поскольку Ж с чертой Абелева, мы это только что поняли. В Абелевой группе нормальны все подгруппы. это всегда, ибо Ж с чертой вот это фактор группа Абелева. Значит, и К будет нормально в Ж. Ну и более того, мы с вами знаем по той же самой второй теореме об изоморфизме мы продолжаем ее применять фактор группа Ж пока изоморф на фактор группе Ж с чертой пока с чертой. Ну а это что такое? Это фактор группа Абелевой группы, она, естественно, тоже Абелева. Итого первую часть мы с вами доказали. Давайте обозначим здесь, что мы доказывали первую часть. Мы доказали, что К нормально и фактор Абелева. Ну, вторая часть будет даже проще. Значит, опять же таки давайте мы рассмотрим лучше обозначить ну давайте той же самой буквой все равно в другой части. Давайте мы теперь рассмотрим обозначим через П канонический эпиморфизм из Ж фактор группу Ж по К. Напоминаю еще раз, мы говорим, что Ж по К Абелева и хотим понять, что К содержит Ж штрих. Опять же таки рассмотрим канонический эпиморфизм но уже из Ж в Ж по К. Тогда П ЕДЖ штрих как мы с вами знаем по нашему нехитрому утверждению коммутант переходит в коммутант образа. Но раз фактор группа Абелева, то все коммутаторы там единичные и значит коммутант тоже будет единичен. Ну и это означает, что Ж штрих коль скоро она вся переходит в единичный элемент, Ж штрих содержится в ядре Пи, которое и есть К. Ядро этого канонического эпиморфизма всегда К. Ну и таким образом мы доказали нашу теорему и давайте мы напоследок осознаем, что она нам на самом деле сказала. Давайте видите, что нам сказала эта теорема. Она нам во-первых сказала, что фактор группа Ж по Ж штрих Абелева, это вот первая часть, но мы это даже непосредственно доказали. Итак, что говорит теорема? Фактор группа Ж по Ж штрих Абелева, ну и более того, если фактор группа хоть по какой-то нормальной подгруппе Абелева, то эта нормальная подгруппа содержит Ж штрих. В общем и целом это означает, что Ж штрих это наименьшее по включению, как обычно, подгруппа, ну нормальная подгруппа, фактор, по которой Абелева. Вот это вот нам на самом деле сказала наша теорема. Так, ну и, наверное, давайте мы на этом месте закончим, только давайте я все-таки дам еще одно упражнение, и вот тогда уже совсем закончим. упражнение упражнение на осознание. Пусть H это нормальная подгруппа в Ж, и обозначим через К взаимный коммутант групп Ж и А, H, то есть группы и своей подгруппы, и ее подгруппы нормальной. тогда на самом деле верно очень похожее утверждение. То есть тогда К это наименьшая нормальная подгруппа в Ж, такая, что если по ней профакторизовать H и Ж, то фактор группа H будет содержаться в центре фактор группы Ж. Вот, это упражнение не очень хитрое, но опять же таки его может быть полезно попытаться сделать для осознания. Ну, наверное, на сегодня все. В следующий раз мы еще немного поговорим про коммутанты и двинемся дальше по, как бы, тем структурам, которые они в дальнейшем определяют. На сегодня все. Если есть вопросы, то, разумеется, задавайте.